Вот хочу поделиться опытом о том, как сделать книгу. Вдруг вам тоже нужно. Мы с моей женой Светой сделали для её мамы, для моей тёщи, такую книгу этой зимой. И она прошла в нескольких конкурсах. Дело в том, что мы её печатали на своём принтере, на обычном струйном, стареньком, с СНПЧ. Получаются вот такие вот обложки, видите. Ну, очень такие нецветастые, очень сочные. Большая разница, конечно, со всветной печатью. Это просто не сравнить. Я думал, будет качество хуже, но качество как раз очень и очень даже на высоте. Хотя мы брали обычную бумагу. Я думал, что даже вот такой вот текст, чёрно-белый, его придётся, ну, как я думал, его придётся печатать на лазерном принтере, а сами фотографии на струйном. Но нет. Если вы используете фотобумагу, то очень насыщенный цвет получается. Даже чёрный. И всё очень отлично выглядит. Ну, тут даже не передать. В общем, в чём смысл? Сам текст и внутреннее наполнение книги мы печатали на струйном принтере и брали для этого матовую фотобумагу. 180 грамм или 200 грамм на метр. Ну, мы две разных пачки просто у нас были. И мы взяли одно, а потом ещё докупили. Потом обложку. Я заказывал на фотопечать, ну, там, где вы печатаете фотографии, то есть такая химическая фотопечать. Там, где раньше в тех фотостудиях, в которых проявляли плёнки и делали фотографии, а теперь это можно делать с цифры, ну, как уже так давненько. То есть, вот если здесь присмотреться, здесь написано Fujifilm, Fuji Color Crystal Archive Paper. То есть, та самая фотобумага, которая раньше шла на фотографии с плёночек. Теперь вот с цифры активно можно печатать. Я взял, заказал матовую на суперобложку спереди и сзади. Потом заказал всего лишь, это 15 гривен, ну, я не знаю, где-то, это, наверное, 6 долларов. Где-то так, плюс-минус. 6 долларов, не знаю, сколько это в рублях. Ну, грубо говоря, наверное, где-то 30 рублей получилось. Одна книга обошлась. 15 гривен или 30 рублей, или 6 долларов, где-то так. Одна книга металлическая, есть пластиковая, но не берите. Слишком дёшево выглядит, и металл чуть-чуть понадёжней, посолидней. Хотя разница в цене небольшая. То есть, пробить отверстия, ставить спиральки и ставить. Вот такой вот пластик. Спереди и сзади. Прозрачный. Который добавляет солидности. Всё ли 6 долларов обошлось за книгу. Две книги я заказал. То есть, ну там, чуть больше, чуть больше 10 долларов. А также, на одной из книг, та, которая пошла на конкурс, я здесь купил наклейки формата А4 для струйных принтеров. То есть, они такие тоже матовые, белые, с одной стороны. А с другой стороны, та клейка лента, ну как скотч. И наклеил сюда, чтобы не было вот этой надписи видно, Fujifilm. Ну и ещё дополнительно можете распечатать какие-то картинки, узоры, текста и тоже сюда наклеивать. И получается, обложка, она получилась ещё более жёсткая. Потому что сама по себе вот эта фотобумага, она не боится воды. Ну, по сравнению. Дело в том, что струйная печать очень боится. Даже если так, случайно так, ну как бы, хотел сказать, плюнуть. Но просто если активно говорить, активно, активно, и будет чуть попадать в свинам, будут такие пятна некрасивые. Ну, любая вода, конечно, это хуже даже акварели. Будут большие разводы. И по этому обложку я заказал вот такую вот фотобумагу, которая, ну я знаю, она не сильно так... Ну, мелкой воды вообще не боится, особенно здесь. Здесь-то ещё боится. И плюс сама по себе, она получается жёсткая. Но ещё дополнительную наклейку делаете. И получается ещё с вот этим пластиком, который приклеивается, как бы, к новой фотобумаге, если нет пыли и грязи. Ну, приклеится, и получается очень жёсткая обложка такая. Ну, конечно, не сравнить, да, с Генном Брауном. Ну, все понимаете. Твёрдый переплёт. Также ещё получили код УДК, но здесь он не нанесён, потому что такой тестовый образец. В общем, авторские права тоже. Всё через интернет можно сделать сейчас. И даже не нужно заказывать никакой тираж. Потому что если ты приходишь в издательство, тебя просят у кого-то объём тысяча книг, у кого-то сто книг. Ну, сто книг – это, получается, дороже, чем одна штука при тысяче. Ну, всё можно сделать самостоятельно для учителей, для преподавателей вузов. Ещё, может, каких-то училищ. Я не знаю, но вполне возможно для тех, кто пожелает. Это может быть не обязательно такая прям книга, книга, книга. Знаете, это может быть какое-то портфолио или фотокниги, может быть. Может быть, какой-то ваш каталог вашей продукции, да, к примеру. Я в видео, конечно, добавлю фотографии, потому что так это всё не передать. Получается очень и очень убедительно. Я даже удивился, честно говоря, тому, как обычные фотографии здесь заблестели цветами. Хотя у нас там, ну, три цвета. Также я ещё на самих фотографиях применял эффекты холста. Вот здесь вот видно эффекты, ну, в фотошопе самые-таки стандартные. Так как витражи, наверное. Я уже не помню, как они называются. Английский интерфейс, но я не запоминаю. Тут есть и кирпичи. И, знаете, всё очень и очень получилось довольно-таки неплохо. Я удивился. Тем более, что она победила в нескольких конкурсах. Я даже не знаю, каких, но в нескольких. Это удивительно. Может быть, и вам пригодится такой опыт.